Доброе утро! О событиях минувшего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. Я Анастасия Кирпичева. Сегодня в нашем выпуске. Столкновение с Сахатым и снова трагедия. В Прикаме произошло еще одно ДТП, в котором погиб человек. Ждем визита президента. Пермь может посетить глава нашего государства. Впечатляющий вояж. Пермяк Иван Аглоблин снова отважился на большое путешествие. Он укатил на велосипеде в Турцию. Столкновение с Сахатым и снова трагедия. В Прикаме произошло еще одно ДТП, в котором погиб человек. На сей раз это случилось на обходе Краснокамска. В ночное время двигался ВАЗ-12 модели. Перед ним на трассу неожиданно выбежала лосиха. Люди оказались заблокированы в салоне машины. Подробности рассказали спасатели. Прибыли оперативно. Деблокировали пассажирку из перевернутого автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Транспортировали до дороги и передали скорой помощи. В результате столкновения пассажирка на девятом месяце беременности погибла. Водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован. Будьте осторожны на дороге. У лосей сейчас гон. Все, что движется, со слов охотника, воспринимается ими как соперник. По факту аварии идет проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Напомним, в минувшие выходные в нашем регионе произошло аналогичное ДТП. Лось угодил под машину на трассе Палазно-Чусовой. Авария произошла ранним утром. По всей видимости, в темное время суток лось до последнего был попросту незаметен. В результате столкновения у автомобиля практически оторвало крышу. Одного из пассажиров спасти не удалось. Два человека получили травмы. Их госпитализировали. Лось погиб на месте аварии. Евгений Гуляев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Где только не находят. В Пермском районе нашли боеприпасы. На старенькие снаряды наткнулись прогуливавшиеся около реки Мулянка местные жители. Они сообщили в оперативные службы. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Росгвардии. В дежурную часть управления Росгвардии по Пермскому краю поступило сообщение, что на берегу реки Мулянка были обнаружены предметы, внешне похожие на снаряды. На месте взрывотехники ОМОН установили, что находка – два артиллерийских снаряда со следами коррозии. Найденные боеприпасы были уничтожены. Такие находки – не редкость. Напомним, в июле аналогичное сообщение поступило в отдел полиции Свердловского района. При благоустройстве на одной из центральных улиц города рабочие обнаружили предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Мы сначала подумали, что это просто металлолом, а потом при детальном рассмотрении поняли, что какая-то находка. Специалисты полагают, что снаряд попал на придомовую территорию пятиэтажки во времена Великой Отечественной войны. В те годы через дорогу находилась пересыльная тюрьма, где наладили производство военной продукции. Соседний 213-й квартал, ограниченный сибирской газетой «Звезда» Полина Осипенко, 1-й Красноармейской, это была рабочая тюрьма, по большому счёту. Здесь производились в период Великой Отечественной войны, вплоть до 1956 года, производились элементы к боеприпасам. По всей видимости, это и есть корпус миномётного боеприпаса без хвостовика и взрывателя. А несколько лет назад на этой же улице боеприпасы нашли в помещении цокольного этажа соседнего дома. В мае же этого года снаряды обнаружили рядом с трассой, соединяющей новые леды и Пермь. А в июле в Добрянке люди наткнулись на артиллерийский снаряд со взрывателем. Все боеприпасы уничтожили. Юлия Алеева, Олег Романов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Давление из-за океана. Министерство финансов Соединённых Штатов Америки скорректировало санкционные списки, сообщает издание «Новый компаньон». В перечень компаний, в отношении которых действуют различные экономические ограничения, вошли предприятия из отрасли авиастроения. В их числе пермское АО «ОДК Стар». Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Отмечается, что попавшие под рестрикции компании связаны с Иранской государственной авиастроительной корпорацией «Иран Аэрокрафт Мануфактуринг Индастриас Корпорейшн». Помимо пермского завода, санкции введены против технического центра «Дельта Аэро» и компании «Аэросила». В мае под санкции США попали три пермские организации. АО «Пермский завод Машиностроитель», ПАО «Мотовелихинские заводы» и ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Предприятия вошли в расширенный список американского министерства торговли. АО «ОДК Стар» – российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Ждем визит президента. Пермь может посетить глава нашего государства. Вскоре в краевой столице пройдет форум «Россия – спортивная держава». Владимир Путин может посетить церемонию открытия мероприятия или его закрытия. Программа пребывания в работе, рассказал источник интернет-портал «Ура.ру». Президенту хотят показать или пермские моторы, или мотовелихинский завод, а также какой-нибудь из проектов к 300-летию Перми. Как вариант обсуждается посещение стройки нового здания художественной галереи. Идеально было бы, например, показать галерею, выставку «Оружие Победы», где, в принципе, представлены почти все предприятия края, и набережную. Это все находится в районе Перми-1, то есть рядом. Галерея при этом строится при софинансировании Федерации. Минута молчания, алые гвоздики, черно-белые портреты. В Пермском университете почтили память жертв трагедии 2021 года. В такой же ясный осенний день, 20 сентября, первокурсник Тимур Бекпансуров пришел на территорию кампуса с дробовиком и совершил около 30 выстрелов по людям. Шестеро погибли, десятки получили огнестрельные ранения и травмы, в панике выпрыгивая из окон. В конце прошлого года суд приговорил Стрелка к пожизненному заключению. Первые три года он должен провести в тюрьме. Также осужденный обязан выплатить пострадавшим 25 миллионов рублей. А накануне скорбной даты у Пермского университета началось строительство храма-часовни в память о погибших. Стоит ли бояться? Пандемия коронавируса закончилась, но сам COVID-19 не исчез. Вирус продолжает мутировать. В августе исследователи выявили новый штамп, который носит название перола. И он якобы отличается большей заразностью, чем его предшественники. Гостем нашей студии стал Владислав Семеряков, главный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения региона. Он рассказал о текущей ситуации. Коронавирус будет оставаться опасным для двух категорий граждан. Это, прежде всего, дети раннего возраста, среди которых будет опасность, потому что они сегодня абсолютно незащищены и достаточно восприимчивы. Но и вторая когорта – это взрослые, старше 18 лет, лица, которые страдают различной соматической патологией. Это сердечно-сосудистые и легочные патологии. Полное интервью с Владиславом Семеряковым смотрите в нашем эфире далее. Добавлю, что заболеваемость коронавирусом в России в последние дни заметно поднялась. Оперативный штаб сообщил, что рост составил 48%. С 11 по 17 сентября в стране госпитализировали почти 2000 человек. Более четверти из них в Москве. На этом фоне в столице снова развернули резервный госпиталь. Оригинальный подарок. В Перми появилось большое металлическое сооружение. Горожане некоторое время терялись в догадках, пытаясь понять, что же это за объект. Он находится на территории микрорайона Парковый, на въезде в сторону заостровки. Издали напоминают старую телевизионную вышку. Люди стали строить версии. Я сначала подумал, что елку ставят. Причальная мачта для дирижабля. Признавайтесь, кто себе его купил? С теплых стран эта штука будет фрукты принимать. Телепорт. Воздушный порт для приема инопланетян. Как выяснилось, дело не в грядущем инопланетном вторжении. А башня эта – презент. Конструкцию Перми подарили соседи из Нижнего Новгорода. Авторы этого арт-объекта – архитекторы Петр Виноградов и Арсений Новиков. А также конструктор – Георгий Данелия из московского проекта «Про движение». Сообщает 59.ру. К внутренней башне подвешен тетропод. Фактически есть полигональная перекличка с вашим логотипом «Медведя». В общем, есть своя изюминка. Только у вас в городе. В Нижнем Новгороде такие арт-объекты появились два года назад. Тогда там праздновали 800-летие города. Мы связались с нашими коллегами из нижегородской телекомпании «Волга-24». Они рассказали, что две башни перед юбилеем появились в месте слияния Аки и Волги. Их установили в память об архитекторе Владимире Шухове и его работе – двух шуховских башнях высотой 128 метров. Стоит отметить, что ваша башня – это уменьшенная копия знаменитого сооружения, которое расположилось на берегу Аки недалеко от Держинска. Это единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Раньше через реку действительно были переброшены провода, и на высоком берегу стояла такая же конструкция. Теперь она осталась одна и к 800-летию Нижнего Новгорода была превращена в уникальный арт-объект. Впечатляющий вояж. Пермский велосипедист Иван Оглоблин снова отважился на большое путешествие. Выехал из нашего города 1 августа и преодолел уже порядка 5000 километров. Сейчас турист-оригинал уже в Турции. Это и была одна из целей экстремальной поездки. А вторая – побывать на Трех морях. Наш странник уже близок и к этому. Здрасте, друзья! Я нахожусь в Турции, точнее сказать, в Каппадокии, в центре материка, можно сказать. Проехал от Каспийского моря, заезжал там в Дагестан. От Дагестана проехал через Чечню, Ингушетию и Северную Осетию. Проехал в Грузию, через Грузию проехал по побережью, пересек границу с Турцией. И теперь вот моя дорога идет через Турцию от побережья Черного моря к побережью Средиземного. Иван Оглоблин два года назад совершил свое первое масштабное путешествие до Владивостока. Тогда за 74 дня экстремал преодолел 7874 километра. В планах на эту поездку посетить три моря. На Каспийском и Черном Иван уже побывал, а вот к Средиземному движется в эти дни. Путь дается нелегко. В Грузии на берегу Черного моря я как-то утром проснулся, и на море три смерча было. А всю ночь я сидел и держал палатку, потому что я не знал, что происходит на улице, но мне казалось, что ее сейчас унесет в море. Я сидел, держал дуги для того, чтобы их не сломало и не унесло. А потом, когда чуть-чуть стихло, утром расфело, я выхожу и наблюдаю, как смерчи крутятся над морем. И я подумал, они ли ночью дербанили меня вместе с моей палаткой. А в Астраханской и Волгоградской областях было пекло. Температура воздуха в тени составляла плюс 46 градусов. В таких условиях ехал две недели. Были и технические проблемы, поломка велосипедных спиц в Дагестане. Их менял несколько раз, но мастера никогда не брали денег за ремонт. Еще одна проблема – нередко прокалывал колеса. Здесь растет такая колючка, называется якорник. Вот она прямо тут, вот такие маленькие растения. И вот на них колючки вот эти. Они с легкостью прокалывают мои колеса. И я, бывает, по два, по три раза в день останавливаюсь для того, чтобы колесо заклеить, починить. В пути Иван делал непродолжительные остановки. Ночевал в Тольятти и Сызрани у подписчиков своих интернет-ресурсов. Также останавливался у знакомых в Волгограде, Астрахани и Дагестане. С людьми проблем не возникало. Очень, очень меня радушно встретил Дагестан. То есть в Дагестане очень много людей было приветливых, на машинах прибликали. Даже я как-то стоял, отдыхал на заправке, подъехала машина ДПС. И один полицейский вышел с бутылочкой холодной минералки с заправки, подошел ко мне, дал. А второй сходил до машины и вынес пакет с виноградом. Иван отмечает, что больше всего во время путешествия ему понравилось в Дагестане, где очень дружелюбные и гостеприимные люди. В Грузии заметил, что еда и продукты значительно дороже, чем в наших магазинах. Но особого значения этому не придаёт. Наслаждается пейзажами. Поражают меня места. Ну вот, например, вот это. Очень красивое место, интересное и природное, и рукотворное, одновременно историческое. Каппадокия. Сейчас Иван держит путь до Анталии. Там, напомним, он, оказавшись на побережье Средиземного моря, достигнет своей второй цели. После планирует возвращаться. А далее придёт время готовиться к новому путешествию. К этому же призывает всех домоседов. Берите свои велосипеды, если они у вас есть. Собирайте рюкзак, набирайте бутербродов. Ищите какое-нибудь красивое место у себя рядом с домом. И просто прокатитесь, покушайте вкусно. Встретьте, не знаю, закат. Если у вас есть палатка, переночуйте. И мне кажется, что это кому-то может понравиться. Ксения Гилёва, телевизионная служба новостей. Чугун. Уральская классика. В Пермской художественной галерее открыли выставку изделий знаменитого Каслинского литья. Здесь представлено больше 200 произведений. От миниатюрных шахмат до предметов мебели и интерьерных украшений. Коллекцию привезли к нам из Екатеринбурга. Это последняя экспозиция в здании Спасопреображенского собора. Далее подробности. Тяжёлые, твёрдые, громоздкие. С этими понятиями ассоциируется чугун. Но выставка в художественной галерее эти представления опровергает. Многие изделия из чугуна удивляют изяществом. Все эти произведения созданы на металлургическом заводе в уральском городе Касли. Сейчас это Челябинская область. А два века назад Каслинский завод находился на территории Пермской губернии. Не случайно её герб нанесён на одну из самых известных скульптур под названием «Россия». Её отлили в 1896 году. И здесь она стала одним из хитов экспозиции. Вот эта скульптура потом на самой знаменитой выставке, где участвовал этот Каслинский завод. Это Парижская, Всемирная Парижская выставка 1900 года, где она была представлена вместе с чугунным павильоном. Во Всемирной выставке технических достижений в Париже 1900 года участвовало больше 30 стран. Её посетили около 50 миллионов человек. Российский павильон был тогда одним из самых ярких и масштабных. Каслинские мастера соорудили ажурный чугунный павильон, где были выставлены образцы заводской продукции, в том числе и скульптура «Россия». Говорят, павильон тогда посетил президент Франции Эмиль Лубо и пожелал приобрести его вместе со всеми экспонатами. На что получил ответ «Россия не продаётся». Правда это или нет, неизвестно, но фраза стала крылатой. Ещё один хит этой выставки – статуэтка «Старуха с прялкой». Её автор – уральский мастер Василий Тарокин. На Каслинском заводе он работал с 14 лет, освоил все этапы производства. Талантливому умельцу и одной из его работ посвящён сказ Павла Бажова «Чугунная бабушка». Ещё замечательная скульптура – девушка с корзиной грибов, скульптура 102 сантиметра, которая держится за счёт собственного веса, там нет никаких укреплений специальных, и отливка прекрасная, и обработка. На этой выставке показаны технологии создания художественных чугунных изделий. Здесь можно увидеть образцы породы, железную руду и древесный уголь, с помощью которого в XIX веке происходила выплавка металла. После того, как модель готова, её обрабатывали мастера-чиканщики. Затем изделия покрывали специальной краской. В её составе – голландская сажа, оксид свинца и олифа. Эта выставка прибыла к нам из Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Она будет работать в течение месяца и станет последней в здании Спаса Преображенского собора. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Рефей снова в числе лучших. Наш телеканал остаётся на лидирующих позициях в рейтингах позиционирования на платформе «Дзен». По числу просмотров материалов – 10 место, а по рейтингу «Вовлечённости» Рефей – на 6 месте среди региональных каналов. Кроме того, наш телеканал уверенно держится в рейтинге просмотров на площадке ВКонтакте, входя в первую двадцатку. Городские и мировые новости, специальные репортажи, спорт, культура, наука, шокирующее и смешное видео, интересные гости и развлекательные рубрики. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова